МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации ТОЛЕРАДОЕ КАМПАНИИ ГОМЕЛЬ У студии ПРАЦОЕ НАТАЛЬЮ ИХНАТЕНКА Глядите у гэтым выпуску Приоритет без специи На парадку дня посяджения гомельского облывы канкама Выконание потребования у директивы номер один Право на притулок Сустречу с вымушенными переселенцами ПРАВЕЛ У ГОМЕЛИ Представник управления Верховного комиссара ААН По справах беженцев Жан Иубушарди Золотый юбиляр Сто годов сегодня означает гомельчанка Елдакия Пачкова А заразом гэтым и иншим БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНАМ Узмаснение отказности керавников и работников Профилактика Далейшее повышение эффективности работы Наглядальных комиссий и мобильных групп Сегодня на посаджении гомельского облывы канкама Дали оценку выконанию потребования у директивы президента Беларуси Нумер один У первым паугодзе 2019 С подробязностями наши корреспонденты Подставы для сруйозной размовы есть У паравнении с первым паугодзем 2018 В области загинуло на 5 человек больше Знизились опакашки смиротности на пожарах У вынеку суицидов и утоплений Дорожно-транспортные здарения, забойства и вытворший травматизм На жаль продемонстровали рост Вытворший травматизм на особливом контроле Кожный выпадок гибели и отримания травмов Уважливо анализуется Как показывает такая работа У 40% выпадков вина лежит на самих потерпелых А тому повышение вытворшей дисциплины Мотивация работников до выполнения правилов охоты працы И жесткий контроль Возь шляхи до сменьшения сумных лишбов В целях профилактики производственного травматизма Ежемесячно проводится анализ Ситуации, которая складывается в области И принимаются оперативно соответствующие меры Так, в течение этого года Уже проводится третий месячный К безопасности труда в сельском хозяйстве Мы в этом году применили такую новую форму работы Как месячники безопасности отдельных регионов В настоящее время такой месячник проходит На территории Речицкого района Ну и в зависимости от складывающей ситуации По отраслям Также проводится определенная работа Почас посаджения Абалвы Канкама Особливую увагу надали Далейшему повышению эффективности работы мобильных групп Гэта дейсный инструмент, який допамагая Выявлять факторы, что могут привести До травмирования новотворчасти Один из основных пьянства Алкогольное опьянение Не редкий спадорожник, не шастных выпадков Часым небыяковость коллег Можа попередзить трагедию Хорошо отдаю себе отчет В том, что есть и латентные, скрытые факты О которых мы не знаем, но, наверное, они имели место И опять мы возвращаемся к тому, что нельзя молчать Поэтому каждый сотрудник, независимо от того Является он условно общественным инспектором По охране труда у профсоюзов Или просто коллега рядом Главное не быть равнодушным Алкоголь у вогулі причина многих несчастных выпадков Не только новой творчасти А тому на профилакту купьянства Треба накеровать додатковые намагання 40-годовый мужчина, жахар сельской мясовости Живи один, не працюе Курить и злоуживая спиртным Таким отримливается средний портрет Ахвяры огню И хоть у Гомельской области по выниках погоди Назирается снижение количества загинавших на пожарах Пильность гублять не треба ни по одним напрямку Потому что самое дорогое Это человечество Сярод дадзенных доручения Повышение эффективности работы наглядальных комиссий Максим Савин, Вольга Коновалова, Валерия Гапанько Телередокомпания Гомель Представник управления Верховного комиссара ААН По справах беженцев у Республицы Беларусь Жанны Убушардзи Сегодня наведал Гомель И сустрелся с людьми, які охадайничают Об предоставлении обороны За 4 месяца этого года У Гомельской области Больше 60 человек Звернулися за предоставлением Статусу беженца Жанны Убушардзи наведывая регионы Кап поговорить с новыми заявниками И допомогчил выращение их проблем У большинства, які ранее Притулок у Беларуси Шукают громадяни Украины, Афганистана и Йемена При этом, по передних прогнозах Колькость новых беженцев у Беларуси Селета знизится В середу актуальных пытаний Яке вымушенным переселенцам Приходится выращать на новом месте Працелоткование Пошук сродков доиснования Доступ до медицины и эдукации Основная цель Могу сказать сразу Это регулярный наш визит Потому что мы считаем важным Встречаться с беженцами И с партнерами Выслушать от людей Проблемы, которые у них есть Попытаться найти для них решение Последний раз мы здесь были В начале июня месяца С тех пор появились новые заявители В том числе и Ходатайствующие из Китая Мы с интересом послушаем Что у нее есть И возможно мы тоже найдем решение Далее Жанны Убушардзи Сустренятся с партнерами Державными и громадскими организациями Яке займаются Подтрымкой беженцов Зараз под опекой агентства ААН По справах беженцов Знаходится практически 9 тысяч человек Яке проживают у Беларуси Раскрыть 4 злочинствы за 2 дни Такая задача стоит перед молодыми следствами И студентами из усяго региона У гэтая дни яны проходят В учебно-методичный сбор У Мазырским районе Место здесь не незаметованных злочинств У територа детячого здравленчого центра Сядельники Подробязности у наших коллег из Мазыра Амаль по сотне молодых следствий Из всей Гомельской области И студенты юридических факультетов ВНУ Приехали на Мазырщину Коппринять удел у учебно-методичным сбором Трудзенная программа Включает у себя Як теоретичные, так и практичные занятки В программе обучения Как получение теоретических знаний Так и отработка практических навыков По пяти видам наиболее распространенных преступлений Строевая, огневая, физическая подготовка Даниил Караедов после закончения университета Планует поступить на службу следственных органов Профессию выбирал свядом После сбора выполнено каже Тесное знакомство с работой следственного Зазволяет каждому студенту Зразуметь, что его это шлях На службе шагают квалификованных и мотивованных специалистов Выбранная профессия Это необходимый опыт Мы учимся делать Заполнять протоколы Осмотр места происшествия Применяем свои знания на практике Общаемся с действующими сотрудниками Следственного комитета И перенимаем опыт Сбоку сдаются Следшие студенты проходят некий квест Но эти манекены, как не льго лепши Подкресливают серьезность Кожной учебной ситуации То, что в опытные супрацовники Следшего комитета Эксперты-криминалисты Расповедают на пляцовках Несомненно, спотребится и в реальной праце Вось в дорожно-транспортном здарении Гинет человек Тут отбылся крадеж Подчас якого злочинца Узломал звери На древе знойденный труп повешеного И треба вызначить Самогубство – это тяжкое злочинство А на березе затриманы браконьеры У яких отбирают пастки, сетку и электроводу Уваги следших потребует кожная деталь Программа сбора включает в себя Теорию, практику Огневую и строевую подготовку Смоделированы различные ситуации С места преступления С участием опытных следователей И экспертов-криминалистов Что есть прекрасная возможность Для нас получить новые знания И применить их в практической деятельности Пазл кожного злочинства Складается с дробицем Отбитков следов, осколков шкла И кинутых окурков Задача следчего – знайсти усе ключи До раскрытия причин и умов криминальной падеи Но сбраение сучастного специалиста Вядома добрая техника Утым лику – перасованные криминалистичные лаборатории Але без уважливости, зоркого погляду И профессийного чувства не обыстися Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Прописнов Телеканал Мазир Специально для телерадио компании Гомель Сегодня выхованцы детячих домов семей Нагаты По приемных, опекунских и замещальных семьях З усяго региона вернулись с Гомеля с подарунками И головные с зарадом выдатного настрою 60 хлопцов и девчат стали удельниками свята У рамках доброчинной акции с берем портфель «Разом» Гомельское областное отделение Белорусского детячого фонду Перед початком навучального года Не могло покинуть без поддержки семьи Яке выховываюць дятей-сирот На спонсорскую допомогу от организации и предприемствов Розных державных структур и установ Для вучня у початковых классов Закупили рюкзаки и канцелярские прилады Огульная сумма доброчинного сбора – 4500 рублей Я иду в четвертый класс Я хорошо учусь иногда на десятки, иногда на девятки Иногда на семерки, иногда на… Ну, одна такая у меня пятерка была А кроме веншаванью и подарунков Дятей чекала забавляльная программа с викторинами и конкурсами Я ее подрихтовали и провели супрацойники Палаца творчести детей и молодей юнатства Солодкие подшастунки и утульную атмосферу караоке-клуба У якой многие дети из района опынулись у першиню С радостью подарила установа За все 16 годов проведения доброчинной акции У Гомельской в области удельниками подобных святов Стали полторы тысячи детей Соберем школьный портфель было начало в 2003 году Вы, наверное, помните, что областная прокуратура Нас поддержала и удачно мы стали шагать по гомельской земле Сначала мы были одни, потом присоединилось управление образования Затем присоединились коллективы предприятий, учреждения Потом присоединилась республика И мы все дружно сегодня думаем о том, как ребят сделать немножко счастливые Чтобы пошли со школьными портфелями, с новыми учебными принадлежностями И были счастливы, что они в этом мире не одиноки Четверо детей, семь унуков, дванадцать праунуков и полдесятка праунуков Пять поколений у один рода, беднала гомельчанка и удакия Ивана Унапачкова Герой працы у два ветерана Великой Айчинной Сегодня означает 100-годовый юбилей Кажет, что не каждый мужчина справился бы с ее працей А и она завсёды была в первых веках На традиционное питание учим секрет Долголеття женщина отказывает Тяжкая праца и степлый аппетит у ежи Я ж не готовилась, я ж не такая грамотная, как у все мои дети Ну какой я могу совет дать? Самое главное, работать надо честно, совестно, чтобы на тебе люди завидовали Указывали, он видишь, как работает хорошо, он молодец В последний час у Юдакии Ивановны, окроме родных, частые гости – волонтеры Гомельского отделения «Червоного крыжа» Инициативная группа советского района Гомеля обрала Юдакию Ивановну удельникам проекта «Узрост. Час творить» Зараз до 100-годовой женщины приходят волонтеры сталого взросту Прыносят продукты, леки, пропонуют померать тиск и прагатовать ежу Але признаются, калектости махчима бачить у этом наведывании громадский обовязок Для их, в первую чергу, эта радость отзносен с мудрым человеком Здесь мы переняли опыт швейцарского Красного Креста как равный равному То есть у нас нету различия между волонтером, который оказывает помощь, и подопечным То есть иногда даже совет своего подопечного – это в равной степени как совет волонтера Поэтому наши волонтеры – они пожилые, то есть наша золотая молодежь Юбиляр подяковала усім за веншование, а самым лепшим подарункам на день народжения за усе 100 годов Назвала «Сширые добрые слова и открытые сердце людей, яких посылает лес» Наталья Капрыленко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.bivay На этом выпуск завершен, и дякую за увагу, и до новых встреч у эфиры Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля Здравствуйте! Один удар и уголовное дело Житель Калинковичей может сесть в тюрьму за хулиганство Ударом кулака он разбил бензоколонку на одной из АЗС Мозорского района Со своими знакомыми на автомобиле он ехал в ночной клуб в качестве пассажира По пути водитель остановился на заправке, сходил на кассу, ставил в бак пистолет и стал заливать топливо В этот момент из машины вышел 25-летний пассажир Так как он был пьяный, едва стоял на ногах, водитель попросил его вернуться в салон Но уговоры лишь раззадорили дебошира И тот со всей силы ударил по топливно-раздаточной колонке Да так, что разбил стекло и монитор По факту совершения хулиганства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет Следователи предъявили жителей Лельчинского района обвинение в поджоге серии домов и хозяйственных построек Возгорания начались этой весной в агрогородке Приболовичи По весне сгорели 5 домов и сараев Новая волна поджогов пришлась на июнь Тогда неожиданно для владельцев на территории их двора пламя охватило блок сельскохозяйственных построек После этого в поле зрения правоохранителей попал 30-летний местный житель Следователям удалось установить его причастность к трем пожарам А впоследствии еще к двум Оказалось, страсть пиромана просыпалась у мужчины после употребления спиртного В 2017 он также учинил поджог дома Мишенью становились строения, в основном на окраине агрогородка В ходе следствия задержанный частично признал вину Он заключен под стражу Следователи устанавливают обстоятельства наезда на трехлетнюю девочку в деревне Караватище Реческого района Ребенок выбежал из-за припаркованной автолавки и попал под колеса автомобиля Рено Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Школьной Автомобилем Рено управляла 30-летняя местная жительница В какой-то момент она увидела, как из-за припаркованного у левой обочины дороги микроавтобуса выбегает ребенок Водитель нажала на тормоза, но избежать наезда не удалось Трехлетняя девочка получила травмы и была госпитализирована На данный момент ее выписали из больницы Установлено, что взрослые, увлеченные покупками товара в автолавке, не заметили, как со двора вышел их ребенок и стал перебегать в проезжую часть Следователями устанавливаются не только причины, но и условия, способствовавшие совершению рассматриваемого ДТП В отношении виновного лица санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет По дороге в школу под таким названием сотрудники госавтоинспекции, учителя и учащиеся средней школы номер 43 провели сегодня в Гомеле профилактическую акцию Ее цель – привлечь внимание детей к необходимости соблюдения ПДД перед началом нового учебного года Акция прошла в советском районе областного центра К вниманию юных участников, дорожные знаки, представляющие наибольшую важность для пешеходов Доска пожеланий и подарки тем, кто согласился пройти тест на знание ПДД В общем, старые правила инспекторы обозначили по-новому С их слов, требования правил дорожного движения дети лучше всего запоминают в формате игры и живого общения За 7 месяцев текущего года у нас было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних Из которых 28 деток у нас получили телесные повреждения и один ребенок погиб За истекший период данного месяца у нас еще 4 происшествия с участием несовершеннолетних В которых 2 являлись пассажирами и 2 пешеходами К этому часу это все новости Следите за происшествиями вместе с Дефакто и оставайтесь на Беларусь 4 До свидания На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин Здравствуйте Мужская команда гонбольного клуба Гомель заняла третье место на международном турнире памяти заслуженных строителей Ивана Соболевского и Бориса Беликова, который проходил в Украине в Запорожье В заключительном матче дружина Сергея Цыганкова была сильнее молдавского ПГУ 43-27 Ранее гомельчане уступили израильскому ХПЛ и хозяевам турнира гонболистам за НТУ ЗАС В дни проведения турнира Гомель сыграл товарищеский матч с клубом ЗТР Сильнее была украинская команда 40-26 Полузащитник Павел Клинье стал игроком Гомеля За зелено-белых футболист будет выступать под номером 27 Срок соглашения с 20-летним белорусским игроком рассчитан до конца сезона Клинье начинал профессиональную карьеру в нем анаграмно с 2018 года Провел 29 матчей за основу Минского торпеда Забил три мяча и отличился голевой передачей В расширенном списке молодежной сборной Беларуси по футболу Для участия в матче отбора на Евро-2021 Против команды Португалии игроки Мозырьской славы и Речицкого спутника В предварительном списке главкома молодежки Сергея Яромко 28 футболистов В их числе форвард Славия Артем Петренко и его одноклубник полузащитник Глеб Шевченко В числе голкиперов игрок спутника Кирилл Котов Готовится к матчу против сверстников из Португалии Который состоится 10 сентября в Жодино будут 23 игрока Их имена станут известны на следующей неделе Спортсмены из Гомельской области победили в многодневной гонке Тур-де-Брест Велосипедисты нашего региона сначала поднялись на пьедестал почета по итогам пятого этапа гонки Третье место занял Роман Тишков На втором Роман Романов победил Константин Белявский из Могилевской области По итогам всех этапов Тур-де-Бреста весь пьедестал заняли наши спортсмены Третий Роман Романов Второй Роман Тишков о чемпионом многодневки стал Евгений Охраменко В командном зачете также не было равных сборной нашей области Тем серебро и бронза достались Брестской и Витебской областям соответственно На этом пока все С новостями спорта вас знакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Субтитры создавал DimaTorzok